Наша прихожанка, которая работает в банке, рассказала историю. Как-то раз к ним обратился человек за кредитом. Обычный работящий мужик, откуда-то из деревни, где у него был дом и хозяйство. Денег по нынешним меркам ему нужно было не очень много, что-то около 500 тысяч рублей. Плательщик он был исправный, с хорошей кредитной историей. Долгов никаких за ним не было ни у них, ни в других банках. Поэтому кредит ему одобрили и быстро выдали. Спустя какое-то время, может быть год или больше, моя знакомая случайно встретила этого мужика на празднике в храме. Увидели друг друга, раскланились, как старые знакомые, а после службы разговорились. Она спрашивает, «Помню, вы в нашем банке кредит брали. Пригодились деньги-то?» Уже улыбнулся. «Да, действительно, было дело. Брал у вас кредит. Только выданные деньги, которые ему дали под залог дома, он взял не на бизнес или хозяйство, а на новый колокол для храма в своей деревне». Моей знакомой чуть плохо не стало, когда она это услышала. Она поверить не могла, что совсем небогатый человек в здравом уме и твердой памяти может сознательно заложить дом, чтобы купить колокол для храма. А мужик улыбнулся в бороду и просто сказал, что он родился и вырос в той деревне, где у него дом. Когда-то там была церковь, куда его бабушка маленьким водила. Потом церковь закрыли, разграбили, бабушка умерла. Он вырос и уехал на север деньги зарабатывать. Всю сознательную жизнь там проработал. А когда вышел на пенсию, решил вернуться на родину. Переехал, семью привез, дом построил, хозяйство завел. А когда в деревне начали храм восстанавливать, решил, что будет помогать как может. Это, говорит, мой долг перед бабушкой, которая когда-то меня крестила и в церковь ходить приучила. Хочу, говорит, чтоб после меня память на земле осталась. Будут на службу в колокол звонить, и нас с бабкой помянут этим звоном. Такая вот, говорит, мечта.